давайте поговорим сегодня о рендере и об освещенности как ее настроить чтобы наш рендер выглядит привлекательно и все подробные нюансы мы сейчас разберем в этом ролике что же такое у нас рендер рендер помните я говорил что есть окно сверху и которые мы должны были пока что пропустить а сейчас мы как раз займемся им но здесь нам по сути толком ничего делать не нужно это просто менюшка рендера где позволяет рендерить изображение либо же анимацию либо также рендер аудио но рендер аудио данном случае мы в моем курсе рассматривать никак не будем что такое рендер и как с ним работать окошко рендера мы можем видеть а на этой панели во вкладке вот здесь вот она так называется рендер properties рендер в бендере есть или есть сайков workbench это новый рендер и так на уведение в последних версиях бендера я его не использование как еще но если судить по слухам который я не услышал это что-то среднее между сайклсом и иви но про него рассказывать тоже ничего не буду потому как я лично им не пользоваться поэтому мои знания в нем огромные такие же как у вас поэтому мы разберем только иви и сайклс чем между ними разница давайте для того чтобы это там про наблюдать добавим в сцену какую-то объект например это плоскость и на плоскость поставим например куб отдавать немного приподнимем поставим вот сюда и давайте добавим еще например сферу так вот наша сфера лимси мелко мы сюда и сдвинем здесь но и наложен на нее 6 смуз он у нас укрепла лучше как со всем этим теперь нам работать далее что мы делаем мы переходим во вкладку вот эту и тогда у нас будет отображение рендера вот сейчас данном случае увидим что у нас все серое и мы с вами ничего не видим например нажав на эту кашу можем скрыть вот эти все лишние элементы мы видели только окно рендера чисто а как у нас с ним дальше мы будем работать в рендере есть параметры освещенности настройка рендера из этого мира чтобы настроить освещенность в мире она находится на вот этой вкладке мы можем просто простейший менять например цвет нашего рендера давайте можем заменить он такой беленький это же самый такой сероватый и здесь можем увеличить силу этого света и сам задавая ему какую-то освещенность давайте вернемся также единичку того чтобы наши материалы можно было смотреть как они отображаются нам необходимо задать для них тоже какой-то материал давайте создадим простенький материал чтобы они нас отличались давайте допустим на плоскость мы наложим у нас новый материал вот здесь снизу мы это быстрый доступ к нашему шейдеру принципу бездев как мы работали ранее только здесь она это все это происходит на этой панели нас на натуре рисует только пункт base core и мы его редактируем вот я добавил красный куб давайте у нас будет синим вот синий клуб и какой-нибудь желтая сфера например у нас будет и камень зеленая неважно скажу ты уже сделали все мы имеем вот такие уже материалы сейчас уже настраиваем наш мир его силу мы уже будем более наглядно все это видеть как на все происходит а дальше давайте вернемся во вкладку рендеры и поговорим об этих настройках в данном случае что мы с вами видим сейчас мы обрабатываем рендер иви или это рендер в реальном времени то есть он используется как игровой рендер в данном случае то есть все наши вот модельки то есть текстуры они уже от рендерен и и мы сейчас с вами наблюдаем их результат например есть параметр вот здесь ниже это ambient occlusion один из важных параметров он позволяет имитировать тени на объектах давайте его включим посмотрим как он работает вот я включил и давайте мы приблизим нашу сферу ближе к плоскости нажимаю gz вот видите снизу нас появляется тень если отключу параметр ambient occlusion его не будет вот нас появилась тень это уже добавляет какой-то больше реалистичности здесь мы можем менять параметры то есть размеры нашей тени видите она уже настойте и на кубе мы ее видим а это все у нас регулируется далее у нас есть также параметр фактора то есть насыщенность нашей тени видите она такая бледная тускай и такая прям яркая далее ниже пункты они тоже влияют как-то на тень как точно я сказать не могу еще давайте поднимем маленько опустим плоскость чтобы у нас не входило нашу тень а как точно сказать сейчас не могу потому что здесь настроек очень много в каждом параметре на самом деле но вот этот например параметр ниже он отвечает за отображение тени на нашем объекте сейчас мы видим что у нас есть тень и на сфере и на плоскости отключив этот параметр у нас тень нашей сфере становится более насыщенной практически приближается к тому параметру что мы видели на плоскости а то есть таким образом это все можно устраивать давайте например еще рассмотрим такой параметр который я так часто использую это bloom для того чтобы увидеть как он работает нам необходимо какая-нибудь источник света давайте добавим в сцену лампочку нажимаем shift и идем в пункт lights и здесь выбираем point point это просто точный источник света а давайте я включу сейчас отображение чтобы проще это видно и давайте его добавим куда-нибудь вот сюда вот к сфере вот мы с вами видим что у нас уже появилась какой-то отблеск на ней на нашей сфере давайте мы сделаем цвет нашего мира более темным мы видели лучше работу наши лампочки давать 0 5 примеру даже можно меньше 04 вот к 02 и будет вот мы видим теперь наша лампочка у нас освещает нашу сферу и теперь давайте еще сделаем также для нашего куба с чаще материал перейдем давать также во вкладку материалов здесь ниже пролистав вот ищем вкладку и мишин давайте есть наш куб синий пускай он светится тоже синим нажимаем синий цвет и мы можем здесь менять нашу силу свечения давайте пока пускай останется такой 15 вот данном случае мы видим наш куб просто светится и ничего кого и себя такого не представляет идем в вкладку рендера включим bloom и вот мы видим что вокруг нашего куба у нас образовывается такая вот дымка свечащаяся такой как бы эффект если мы будем сейчас этот куб регулировать нашу поездить силу нашего освещения это дымка будет тоже становится все меньше и меньше водитель на параметре 4 наша дымка уже начинает проявляться то есть это такой эффект который используется например в играх лампочку добавить того чтобы увидеть наглядность данном случае вам кому тоже не виден никого результата его свечи и освещение если мы также будем крутить какие-нибудь параметры и вот видите силу я увеличил и от нашей лампы отходит такое желтое свечение тоже свет падает на нашу сферу от нее же отражается и мы видим вот это вот желтую такую тоже дымку от если поговорить о лампах то лампочки допустим видите находится у панели здесь нет такого пункта переходим в наш point а лампу выборов и здесь мы выбираем как раз у нас есть настройки этой лампы давайте включу что посмотреть point это точечный источник света то есть у нас есть какая-нибудь лампочка обычный элемент нашей обычной лампы то есть она светит во все стороны есть параметр sun она светит везде то есть это как наше солнце единственное что мы можем регулировать положение данного параметра как солнце не имеет никакого значения только значение имеет вращение то есть повращав то есть допустим сейчас на солнце находится только вот зашел к примеру с горизонта и светит ровно перпендикулярно к нашим объектам и мы видим что освещенность падает на вот эту вот часть сферы это часть сферы у нас а темная . будто это у наша луна а это ее обратная сторона таким образом работает солнце есть параметр spot это как например элемент как например мы используем на кинем сценах когда у нас артист выступает на него сверху посетит такая точечная лампочка а давайте вернем ортографический режим него проще ориентироваться и здесь мы можем регулировать ее параметры если брать например зовут этот вот узнок мы можем вращать ее как нам угодно можем вращать с помощью горячих клавиш также мы можем увеличить параметры ее то есть сила освещения наше видите данном случае она не дотягивает до нас ты сейчас нам случае этот элемент очень большой довольно неудобный давайте мы его уменьшим на отображение это сильно влиять сейчас не будет данном случае в нашем а нам будет просто месяц проще с ним работать вот мы видим что вокруг нашего объекта появилась такой как бы ореол который используется красных сценах когда нам нужно выделить кого-нибудь артиста также можем увеличивать силу нашего света ведь у нас но это все более яркий например наш свет мы можем меня также ему цвет свечения то есть давайте поставим какой-нибудь такой холодный бирюзовый цвет и тем самым мы видим что у нас меняется наше окружение радиус меняем увидим у нас увеличивается радиус свечения что это то есть кабы радиус это то есть наш что вот этот ореол он светил не только вниз а еще и по бокам даже есть area это наверное самый популярный такой элемент который используется но лично мной и создание освещения это у нас что-то некое подобие плоскости который излучает свет данном случае это квадратная плоскость мы также можем ее всячески приближать видите мы приближаем сюда у нас наша начинает уже такое смесь желтого с зеленым таким то есть не зеленого бирюзовым цветом и мы в итоге видим вообще зеленый цвет то есть наш цвет они также умеет свойства комбинироваться а давайте уменьшим маленько силу вас не больше так ярко а есть также параметры разные как diffuse это у нас то есть менять наш этот блеск отражение ведь сейчас я выкрути нам нулевое и наша сфера никак не блестит выкрутив его на максимум то мы видим такое сечение все это пункты они настраиваются вручную и подбираются под определенное значение то есть например спекуляр ведь ему уже не видненьких отражений на других объектах и все подобное также можно менять тип нашего объекта ведь сейчас данном случае у нас находится находится квадрат можно делать как диск можно делать наберет это если честно я не знаю чем отличается от нашего квадрата наверное скорее всего редактируем есть эллипсы мы можем также сушать его пара на при допустим с x я меня ему размеры как мне угодно то есть так можно их менять можно это делать с помощью этих ползунков также есть например а мы видим что у нас есть какие-то определенные тени ведь я вращаюсь здесь мы сейчас видим четкой границы теней а в данном случае это у нас светит раз наша point мы можем открыть ей тени данном случае стоит галочка отключив тени увидим что тень от вот этого именно конкретно источника света она не падает на нашем объекты сцене это например целесообразно в тех случаях когда нам нужно насыть наш объект светом чтобы он был более ярко видимый но также в то время никак это не отражалось на отображение то есть реалистичности это нашего освещения а давайте также еще перейдем мы разобрались с источником света и перейдем дальше во вкладку рендера что это такое у нас для того чтобы нам запустить рендер можно нажать а вот здесь менюшку нажать render image для этого нам необходимо камера давайте добавим цену камеру и посмотрим как это будет выглядеть shift и камера и давайте мы ее сдвинем давайте сбросим ее вращение напишем alt-r чтобы у нас на тревог перпендикулярно вот сюда и давайте мы размножим наш экран здесь уберем все лишнее клавишей т на кавиатуре я скрываю панель инструментов нажав сюда я скрываю на шагизма нажав сюда скрываю все остальное и нажимая клавишу 0 на нампад кавиатуре я переключаюсь на вид с камеры а также давайте включим здесь режим рендера и давайте теперь настроим наш наш свет добавляем сюда поворачиваем ее на какой-то определенный угол допустим 90 градусов ведь ему здесь же учета видим поворачиваем сюда можем теперь также маленько приподнять ее опустить вниз так маленьким так вот давайте настроимся на вид с камер чтобы она свращала перпендикулярно вниз и немного также это все отдалим вот примеры такую сцена мы тебе получили теперь давайте посмотрим как рендерить это все и вам также обратно вкладку рендер и нажмем рендер имидж горячая клавиша вызова это f12 давайте нажмем вот мы получили такое изображение мы уже можем его сохранять и использовать где-либо нам угодно для того чтобы сохранить необходимо нажать имидж и здесь save as и выбираем уже любую папку куда нам угодно и куда мы хотим сохранить выбираем формат допустим png jpeg и так далее нажимаем save as и у нас все есть это так работает рендер также можно нажимать я говорю кашу f12 у рендера есть также параметры а в данном случае мы видим количество сэмпов количество сэмпов это то количество например а сколько отображается например на разрешение этой текстуры ведь у нас наша тема здесь сбоку она как будто помятая данном случае ренд а наш сэмпл делится на две составляющие дать кстати заново сейчас делаю рендер и будем сравнивать вот давайте приблизить на нашу сферу мы видим что здесь тени мягкие но давайте часто уменьшим маленько здесь мы видим мягкие тени здесь тени такие подарные почему это это все как раз зависит от количества сэмпов то есть видите рендер и его количество сэмпов это отвечает за количество сэмпов при рендере а в ю порт этого время отображения это сделано с целью для того чтобы экономить ресурсы наши при редактировании вот здесь всего чего-то и чтобы у нас компьютер наш не подвисал если мы сейчас увеличим количество во вьюпорте допустим такое же количество рендера 64 то здесь у нас также станет все гладко давайте нажму enter все мы видим что наши тени уже сглажены да конечно да я перемещаю они у нас заново генерируется поэтому видим вот такие вот потертости но когда мы успокаиваемся то мы видим что у нас все сглажено также можем увеличить количество рендера сэмпов при количестве рендеров и это необходимо в тех случаях есть нам добиться более такой гладкой плавной картинки и у нас очень много насыщенных объектов данном случае это может быть незаметно давайте я сейчас сохраню этот рендер и вот и теперь давайте увеличим количество сэмпов допустим до 500 512 у нас количество выросло в огромное количество и сделаем новый рендер давайте мы также его сохраним также на рабочий стол и назовем по-другому уже и теперь сравним два этих рендера вот сейчас мы видим наш первый рендер над 54 сэмпла можем посмотреть какие-то элементы да вот мы видим здесь какие то есть небольшие такие эффекты которые не нужны были давайте посмотрим например на отображение нашего рендера на 512 сэмпов первого взгляда мы ничего не видим при приближении мы тоже особо раньше не до маленько стал лучше но не так а это почему так связано потому что на данные объекты количество сэмпов 64 было вполне себе достаточно то есть если мы сейчас выкрутим себе хоть 10000 сэмпов мы просто добьемся того что наша картинка будет рендерится гораздо дольше но при этом мы не будем видеть какой-то реальной разницы в этом плане и так раз тот случай когда например количество не является качество хуже от этого точно не будет но вы просто потеряете свое время так и давайте еще наверное о чем хотелось бы еще поговорить это об настройках освещенности нашего мира и о параметре фильм кстати параметр фильм и также хотелось бы запомнить это он позволяет делать прозрачность нашего фона то есть допустим давайте перейдем в фильм и здесь нажмем вкладку transparent мы видим что наш фон сзади стал прозрачный это на при хорошо в тех случаях если вы хотите отрендерить свои объекты а затем уже далее в каких-нибудь графических редакторов их обрабатывать то есть уже фотошопе задать какой-нибудь фон задний для него или что-нибудь еще это в общем быстрый способ вырезать он из объекта на освещение фон наш также останется влиять но мы просто его не увидим а давайте еще поговорим об освещении с помощью hdri карты что это такое давайте перейдем здесь во вкладку shader editor и здесь получается это нас то же самое окно которым увидели вот здесь в окне shading вот она только мы сейчас его перенесли вот сюда а для того чтобы нам редактировать мир необходимо переключиться между вкладками сейчас ответ на обжиг как мы работали обычно и теперь перейдем на ворот вот наш мир и здесь мы видим то же самое что мы настраивали и здесь то есть у нас есть наш цвет и сила освещения давайте добавим освещение от hdri карты для этого выделим на что этот нод background нажмем control t и вот мы вызвали такую связку наших нодов для того чтобы выбрать нашего hdri карту мы можем либо скачать и один из интернета где нам это хочется либо же мы можем открыть уже готовые которые предустановлены в бендер нажмем опыт здесь нам теперь необходимо указать путь к нашей программе для этого перейдем в бендер у меня он через тим я захожу бендер здесь версия 31 до нас у нас дата файл с а studio lights и ворот мы видим здесь несколько предустановленных миров давайте выберем какой-либо один из них например forest открываем его и вот мы видим на заднем плане у нас появился вот такая вот hdri карта мы сейчас используем как раз hdri от нее можно например выключить все источники света наши но в том числе и куб у нас не светил и сейчас уже настраиваю наше освещение от hdri мы можем добиваться какого-нибудь освещенности при получении всегда будем ставить один например если мы не хотим также вид нашу hdri мы можем просто поставить здесь параметр film у нас будет просто используя освещение если в каком-то случае из нас будет актуально использовать не в прозрачность а мы хотим использовать фон фотошопе в бендере сразу же то мы просто можете следующему раз нажать control c скопировать его которого сделали два шейдера нажимаем контру эй ой shift и добавляем сюда шейдер микс кидаем сюда закидываем сюда и теперь нам необходимо это все скомбинировать нажимаем shift и нажимаем input здесь есть light пас подключаем самый первый камерой качестве фактора и теперь мы используем освещение этого шейдера а задний фон этого шейдера то есть меняя сейчас как-либо цвет нашего фона никак он не будет влиять на освещение допустим нас стоит какой-нибудь такой же сероватый как и был до этого но в данном случае параметр transparent при рендере уже работать не будет если вы хотите чтобы сейчас что-то отрендерить у вас будет серый фон для того чтобы transparent работал вам в принципе связка вот этих вот нодов будет не нужна вам просто напрямую это все можно удалить и включить сюда как все это было и тогда transparent уже заработает давайте я верну как было раньше у вас будет такой серенький фон а и давай теперь поговорим еще об одном рендере это render cycles давайте вернем наши объекты и давать немного выкрутим силу наши вам про то уж больно ярко на свете вот такой пускай будет легкий свет не идти что такое render cycles render cycles он нас более требовательный и он имеет у нас может за теперь сейчас здесь например это сейчас мы тоже будем находиться в режиме или если мы здесь поставим наш cycles мы сейчас увидим следующую картину давайте сдвинем наше окошко немного влево чтобы видеть наш результат а в данном случае у меня компиляция идет от процессора этот процесс гораздо медленнее поэтому не давайте необходимо нам поставить это все от отображения наши видеокарты даже вы работала на видеокарт надо не ходил зайги по компьют ну или как правильно часть я не знаю а мы видим что у нас при приближении происходит такая вот рябь это рябь у нас как раз влияет на отображение данный render cycles он является реалистичным то есть здесь уже нет никаких параметров ambient inclusion или bloom а здесь все происходит так как происходило бы в реальном мире то есть она сейчас он у нас генерирует наши вот эти вот сэмпу то есть поэтому видим такую рябь на картинке он делается гораздо дольше чем или вращая в как-либо вид мы сразу видишь нас все начинает заново например есть сейчас мы включим здесь вот если мы сейчас включим отображение вот этого параметра мы сейчас видим что у нас начинается рендер он доходит на сэмп и делает здесь написано из 1000 это как максимальное значение но он делая 160 и с чем-то он думает что этого достаточно поэтому так происходит это все можно также регулировать от нас количество сэмпов вот папа параметры сэмплинг есть также для вьюпорта настройка и для рендера для рендера максимальное количество сэмпов 4000 то есть в данном случае это нам тоже будет не нужно можем поставить примеру также там авось это примеру да и нам это будет вполне достаточно давайте мы сейчас сделаем рендер с помощью cycles а и потом сравним его в чем его отличие от иви теперь придем на cycles и также сделаем рендер нажмем f12 мы видим что рендер у нас происходит следующим образом у нас указано например а время обработки нашего рендера мы видим сколько сэмпов он делает допустим сейчас он делает 8 из 180 вот видите произошел резкий скачок у меня просто компьютер маленько подгрузился и он начал делать их сразу же пачками раньше как происходил процесс рендера раньше в бендере до версии 3.1 он делал их определенными кусочками то есть бы происходил квадратик здесь и вот так это не бегали по всей карте пока не заембово не заполонят каждый кусочек его рендера сейчас же рендер производится всей сцены целиком но это происходит дольше но зато так мы видим наглядно наш результат как оно происходит а здесь кстати в окре рендера мы можем спокойно перемещаться тем самым у нас никак не будет меняться наша картинка то есть сейчас на рендерится мы за ней наблюдаем вот наш рендер закончится давайте сохраним его а теперь давайте мы сравним это наш рендер обработаны в иви мы видим наш блин как наше освещение исходит из нашего объекта перейдя на redone cycles мы видим уже не ту картину как в в нашем иви но это принципе логично туши реальности жизни подобного эффекта освещения мы с вами нигде не увидим но тем не менее мы видим нас же здесь более реалистичные тени которые нас влияет напрямую от нашего освещения а в случае с иви нашего освещения здесь мы не видим что мы сейчас поменяли видимо наша тень сместилась то есть не так мы смотрели во вьюпорте данном случае cycles он работа обрабатывает более реалистично мы видим здесь какие-то уже более такие блески если в брендере или у нас практически вся наша плоскость она монотонная и таким образом например где это использовать или в тех случаях есть нам необходимо создать какую-нибудь анимацию анимация делается быстрее конечно же выяви потому что анимацию мы создаем по кадрам делать кадр в иви гораздо быстрее чем делать кадр в cycles но при всем при этом можно также делать и анимацию через cycles мы получим гораздо более качественную картинку более реалистичную но обработки на эту информацию времени на обработку этого рендера пойдет потратиться гораздо больше нежели на иви я в своих всех своих анимациях которые не выпускал на в роликах где я делал осмотр своего оружия моделей я всегда использую рендер иви а потому что это просто быстрее например если вы смотрите какие-нибудь ролики со спецэффектами да конь студию в фильме где видели в трейлере там да конечно используется рендеры подобные cycles то есть это либо например не говорю что конкретно сайка с бендере но работаю по тому же принципу и cycles а таким способом можно как раз вот добиваться более реалистичной картинки но нужен более мощный компьютер если вы хотите добиваться этого быстрее но в любом случае это будет дольше чем через иви на этом с освещением мы закончили в следующем уроке мы попробуем уже на практике создать сцену и осветить ее создательное освещение чтобы впоследствии делать несколько рендеров и посмотреть на результат нашей работы